Беседа о культуре В недавнем времени глава Союза писателей Сербии Радомир Андрич Также ремарочка о том, что книги этого замечательного писателя Представлены в нашей библиотеке иностранных и литературы Более десяти изданий, в том числе и на русском языке Моравская недопятая песня, изданная в Твери Дальше у нас еще в гостях сегодня талантливый писатель, переводчик Член Оргкомитета Дунайских поэтических чтений Нина Симич-Паннич Добрый вечер, Нина Мы сегодня будем вести беседу о современной сербской литературе В контексте дунайских поэтических чтений и не только А направлять сегодняшний разговор будет замечательный киевский поэт Издатель, друг нашего центра Дмитрий Сергеевич Бурака Добрый вечер, дорогой Дмитрий Сергеевич Добрый вечер, дорогая Елена Добрый вечер, господин Радомир Андрич Добрый вечер, уважаемая Нина Симич-Паннич Ну, конечно же, я необычайно благодарен за внимание, которое оказывает нам, слушающим, библиотека, иностранная библиотека, славянский центр в Московской иностранной библиотеке И мы благодарны, что вот этот цикл продолжает жить усилиями, конечно, руководителя центра Елены Марченко Итак, господин Андрич, еще раз разрешите вас поприветствовать в нашем эфире Поздравим и пожелаем вам добры дождицу у нашей живой правой Ему очень тоже приятно вас увидеть Мы познакомились с вами несколько лет тому назад Уже, кажется, достаточно давно На берегу Дуная В рамках проекта Большого Дунайского поэтического фестиваля Ну, виделись, мы с вами в Сербии, в Словакии, в Бугорской Да, мы тоже встретились в Сербии, в Словакии, в Болгарии Это была ваша идея Расскажите почему Почему вы занялись организацией такого собрана Которое мы в нашем кругу называем Дунайскими политическими чтениями Которое называем великим дунавским песническим чтениями Зашто сте уопшталатели таку подохлад? Дунав је велика, найвећа европска река Дунай је та самая большая река Европа Она спаја народе, спаја цивилизације, спаја культуре, различите, народно Она объединяјт многі цивилизације, народе, культуре И то је у ствари покренуло и ту идеј Да, проговоримо о том духу дунавском Кој је у ствари тежі кај идеја да спаја народе, да и чини дружелюбијим И эта вообще идеја таким образом возникла, чтобы эта вся концепціја Наших великих дунайских поэтических чтенија таким образом существовала, Чтобы всех нас объединять именно через эту реку, чрез је дух, дух поэзии дунайских стран. Један наш академик је писал о Дунаву Один из наших академиков о Дунай очень много писал И рекао је, ми знамо, да Дунав припадај Европи Али питање колико Европа припадај Дунаву И вот он написал, что нам всем известно, что Дунай принадлежит Европе Но надо задать себе вопрос, насколька Европа принадлежит Дунаю Ова книга, Великий господин Дунав От наша книга, Великий господин Дунав, так називајца Која је названа по песми нашег великого песника Васка Попе Она носит имя, название своје по одном стихотворении Нашего известного выдающегося поэта Васка Попе В ствари је отговор на то питање колико заправо Дунав припадај Европе И колико Европа припадај Дунав И она, получается, дајот ответ, собственно, насколька Европа принадлежит Дунаю Я мислим, да поэзия која је настала от Дунаву на различным языцима Поэзия, которая писана, посвящена Дунаю на различных языках Има различные значи и изворе Имеет другие источники, так скажем Але има заеднички, заедничко ушче, духовно ушче, заедничко Но есть это объединяющее совпадение, которое нас связывает Доказує заправо элементами мира между людьми И это существует как своеобразное доказательство мира Которое, в котором мы живем, которое налаживаем, так скажем И приателёвання у ствари, и все, что створено поред Дунава Створено у знаку живота Это знак, это символ нашей дружбы Потому что все, что мы говорили и писали в связи с Дунаем Это имеет значение жизненное И я знаю, да много штат, что до сада написано Я знаю, что все это, что написано, вот еще давним-давно Класики, что писали, а и вот сегодняшним днем, что наши современники здесь пишут про Дунаву Непрестанно се обновляет и дополняет Это все время дополнится Становится все лучше и больше Та книга о Дунаву И это книга про Дунаве Она не имеет конца Мы знаем, что поэзия народная, народная поэзия Говорит также о Дунаве Тоже, а Дунаве говорит Тоже Дунаве посвящена От наистарих времен до данных Точень давних времен до сегодняшнего дня А вот и вы знаете, что мы говорим о походе о слове Игорова Вы тоже знаете, что в этом эпосе слова похода Говорит все о Дунаве Тоже Дунаве там есть Говорит все о наших классиках И здесь, конечно, и сербский, и мугарский, и румунский, и маѓарский, и словачский, и украинский Наши классики вот из Сербии, и Румынии, и Болгарии, и Словакии, и Венгрии, и из Украины Мы знаем, что поэзия, как малопрестанно, питали о украинской поэзии Она е и текако присутна Вот вы меня спрашивали недавно Что я думаю про украинскую поэзию Есть ли она таким образом? Существует ли она здесь в Сербии? Я хотела бы сказать, что она конечно существует, она есть здесь Многие, многие познатые наши профессоры, песницы, зналцы и украинского и русского языка Преводили су на сербский язык Очень большое количество переводов сделано на сербский язык Значит это делали наши значимые профессоры, критики, переводчики Они этим занимались На жалост, недавно нам е умрео профессор Меодраг Сибинович Професор филологского факультета Кој је преводио и украинскую и русскую поэзию То су неколике книги, велике книги и избори Вот профессор филологического факультета у нас Меодраг Сибинович Недавно, к сожалению, нас покинул Он очень много переводил с русского, с украинского на сербское язык И Шевченко, и Максима Рилскок, и многое другое Шашкавича, и лесу украинку И, конечно, то је све Велика једна река поэзии кој је Уливала се, да кажем, у том море Поэзии, данашње поэзии Одатле починје и модерна поэзия овостам Вот, значит, это всё творит Своего рода большую реку поэзии, которая совпадает в море литературы В которой есть и сегодняшняя литература В которой мы объединіли Рабгой Радуги У нас ещё в древние времена зачастую в песенной культуре Дунаем Именем Дунай называлась вообще река Это могла быть река не про какая-либо другая, но она обозначалась именно Дунаем Отсюда можат быть общие корни в таких наименованиях рек как Дунай, Днепр, Весна, Дон, Днестр Весна, Днепр, 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 Днепр и Волга и дивна изверу из истог језера Они, скажем, имеют один источник Когда он посетил север России, тогда и научил, что все эти реки имеют один тот самый источник Но в языковом сознании народов, несомненно, имена Дуная, Днепра, Днестра и Дона Они близки Я хочу сейчас напомнить вам один замечательный перевод украинской поэтессы Елены Куевич Вашего стихотворения, который увидел свет в журнале «Новый мир» Вода помнит все Вода помнит все Вода помнит все Я читаю Один мой очарованный родственник еженощно берет на берег реки И там Вышептывает свои секреты на языке Понятном только воде Которая независимо от того Быстро ли течет Или медленно Все помнит И навеки сокровенно сохраняет до того Кто в каждой капле Способен разглядеть Наибольшую часть Своего существования В этих замечательных стихотворных строках Вы, кажется, открываете принцип своего стихосложения Принцип отношения к поэзии Когда в капле Капле слова Когда в сокровенной Празе Поэтической Открывается читателю мир Делуемо Да у тој песми Јас основни принципы Вашего поэзии Поэзии Да Капи те поэзии Открывают Новый поэзии Свет Да Я бих рекао И Я бих рекао Да Поэзию Тој је добро Кад је преводим Наравну С једного языка на другий Я тоже хотела бы сказать Что это очень хорошо Когда мы поэзию Именно переводим С одного языка на другий Я имам пример Да је наўболе Ако то преводи И се и на третьем языку На песничком языку Я, собственно, думаю Что это хорошо Когда мы переводим Не только с одного на второй язык А тоже и на третий На язык поэзии Наш велики песнику Кој је, на жалост, Већ умрао Стефан Рајићковић Је приредио антологију Словенских песника Словена И ту је уврстио Рецимо Максима Риљског И његова поэзия Са свом лириком Једино је могао песнику Као што је био Стефан Рајићковић Да преведе На један Прави, аутентичен начин ту поэзию Да је приближи И српском читаосу Да је разуме Дуг тога песника И те поэзии Один из наших Самых известных Писатели Стефан Рајићкович Он собрал Многие Большинство стихотворения Славянской поэзии Выдал такую антологию Славянской поэзии Которая тоже есть И стихи Риљлского И Максим Риљлский Там хотел бы Радамир сказать Что только поэт Как Стефан Рајићкович Мог Риљлского Переводить на сербский язык И приблизить В этом аутентичном Выражение Сербскому читателю Чтобы все понимали Как оно и есть На самом деле Какая это поэзия Эта лирика Значит Неко може да знае И добро Украинский И сербский язык Али е важнее да знае И песничкий язык И он да може Тай превода буде до Значит вы можете знать очень хорошо И украинский Русский И сербский язык Но только если Вы очень хорошо Знаете и понимаете Язык поэзии Тогда только Ваши переводи Могут быть хорошими Извали 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 Это особено важно Понимать сегодня Когда основным переводчиком С одного языка на другой Является электронный переводчик И я не знаю как в Сербии Но мы сейчас Но мы сейчас И во всяком случае В Украине Но я вижу что и в России Теряем эту замечательную Школу художественного перевода Которая была выработана В 19. В 20. веке В 20. В 20. В 20. Очень много нового нам дают сегодня Таким образом Вот есть и в электронном виде книги В таком формате Тоже есть и электронные переводы И все тому подобное Но я как традиционалист Как читатель Я как читатель Поскольку традиционально Так скажем Да Стампания книга Традиционально Я люблю книгу в руках держать По традиции Мы еще держим Гутенберга И того что он усвоил И на том мы и отрасли На краю краева И сигурно Много шта Сигурно да ће донати время Много другого ствара Тако да ће и библиотеке Саме по себе библиотеке Бије сведено на Мале штампане Книжице Да ће моќи да читамо Овако ставимо У компјутери И можемо да читамо Зачит, ново времена Конечно, еще очень Многих Новых вещеј Принесут нам Но он думает Что тоже не только писатели И читатели Но и библиотеки Окажутся Несколько неловком положении Так что все книги Будут в компјутере Находится А в библиотеках Только маленькое количество Каких то книг Нажалост Живило в времену Становно журбе Губим време Треба времена Досто да би се нешто Прочитало Сазналу В наше време Времени не очень много А очень много Времени нужно Чтобы чтото смысленно Прочитать Чтобы посвятиться Какому то делу Тако Ово ново време Компјутера Реалити Разних книг Чако Из ових телефона Из мейлова Так настоју И такве книги Овој даназ Али свакако Не може заменити Не може заменити Да Узме човек Книгу Папир Да освети Та је Папир Мирис книги Ипак то је То се не може Да замени Ипак то има Неку своју Да кажем Лепоту И друго освећање Ми Одна видимо И то што је писац Суне оју книгу Останне дух Держију Насколько мы, кроме всего остального, доверяем электронному миру, цифре, которую нам предложили погрузиться полностью. Нам предложили разместить книги и архивы. Я, выскажу свое частое мнение, я не доверяю. Я не могу доверять чужому пальцу, который может нажать кнопочку «Делить» по какой-то причине, случайно. И таким образом стереть очень важное для нас сведение, важное для нас знание человечества. Мы не можем доверять электронике, понимая, что в мире есть мыши, которые вполне могут что-то перегрызть. И какой-нибудь муравей или тараканчик может куда-нибудь заползти и вдруг повлиять на наше электронное знание. Значит, некая губица, некий баг, некий вирус, нечто может, да се ушунь, да так скажем, у те топовые, да промене оно, что мы смотрим нашим знаниям, да измене оно, что и наше схватание или сечение. Поэтому занимаясь издательством и понимая, что многие люди хотят для облегчения и ускорения процесса издания опубликовать книгу только в электронном виде, я всегда предупреждаю. Делайте хотя бы несколько экземпляров бумажной книги. А вот они, как так, брошенная в море, записка и хранятся, и найдут свои решения. Негде могли да се чувају баш у тој форме как бы сте направили, а не овој нечем, што може да се мења кликом нечега. А каком сте делали с издательством книг в Сербии сейчас? Како стој ситуација, каква е ситуација с издалачким удалотностям в Сербии? И как читаете, и какие тиражеи? Како се те книги штампију, како се издају, како се читаю, каква е уопшто ситуација у том смислу в Сербии се издавања. Добре тој питање. Који суда вовшто ті стандарди на једен одреден начин сигну да има промена, але... Много што мењајца, ето очень хороши вопрос. У нас, как и везде, тоже изменения какие-то существуют. Јер я, кад сам студирал, наш један професор нам јеснално говорио и била је книга «Социологија култура» де је указио на теорије Скарпија, французскога теоретичара. Когда я студентом был, у нас был очень хороший професор, который социологију культура предавал. Тој се знај, да је той процес от пицаја, значи, как почне пицаја, так пише дочитавцаја, заправо таја. Он объяснял все време этот сложный процес, который французские теоретики очень подробно про него писали, значи, как все начинается с самого момента пицања је дела, до опублигавања издателјского дома. До книжара до продавцаја. Значи, све то је... Люди, которые продают эти книги читателјам. И сад у Туме можда једино предус електронске книги. Вот в этом он видит именно, може исключительно, хорошеју вещь в електронном виде издане. Потому что этот весь долгий и сложный процес сокращается както. Все легко бывает в електронном виде. Но с другой стороны, нечто се губи. Но с другой стороны, что-то мы теряем в этом процессе? Губи се суштина, оно живот, что нуди сама книга. А может это сама суть, которую мы теряем? Суть того, что книги в традициональном форме и традиционном в этом виде? Та книга, тако штампена, символично речено је нека врста лепоте, коју можем назвати над хлебом. Над хлебом, нешто. Или над сан. А может так окованиться петафора в потреби. У Радомира Андреевич очень грамотная речь. Так что это, я не знаю, если хорошо получится по-русски, но он выдумал новое слово. Значит, то, что вот эта такая книжка может нам дать, это что-то более, чем просто печатанные книги. Это более, чем суть творчества. Это над сон или над хлеб. Да. Что-то более, чем сон, более, чем хлеб. В сербском это звучит... Более, чем насущное, да? Насущное. Вот, да. Но просто у него такое слово... Сверхнасущное. Он просто вот сказал такое слово над сан, над хлеб. Вот таким образом он хотел выразиться. Тюреалистическое сверхнасущное. Вот, да. Я думаю, он имеет это в виду. И то не лепота читания наших, то есть не своди на истин начин, нега увек подразумеван нечто другое. В этом и есть настоящая красота. Можем другого и доставки. Вот, в этом и есть настоящая красота всего этого процесса, потому что именно в этом процессе каждый из нас может читать по-своему, понимать по-своему, усваивать эту литературу, эту красоту по-своему. А вы знаете, что я отметил за последнее время? Мы уже с весны находимся в удивительном состоянии. У нас меняются привычки. Мы более сосредоточены. И всегда это хорошо. Я думаю, что это благостное время, во всяком случае, для людей пишущих, потому что есть возможность не выходить, не отходить из своего кабинета. Не отходить из своего кабинета, да так скажем. И на ту свету, которая относит нас обычно. И есть возможность работать. Значит, мы можем уклониться на какой-то образом, от обычного, обычного живота, который нас увлечит у себя и на какой-то образом машину не поставить, а можем да мы посвятим нашему работе. Кроме того, я заметил, что в нашем книжном магазине электронном все больше внимания уделяют художественной литературе. Такое, успею сам да приметим, да у нашем книжаре онлайн, значит, электронском форме, и все больше сада важнее посвятитует, а у ствари умеетничкой книжевности. Люди отчинулись к поезии или уменьшились, может ли обманулись, а мне так кажется? Люди сцем, глядя, окремели больше поезии, может, это сам мой утисок, может, я обманулся с определенными искусствами или утисцами, но так же мишление стекало. Несколько лет тому назад выступаю на разных площадках, в том числе и в Сербии, я как-то шутил... Несколько лет назад выступаю в тем фестивалях, различным платформам различных промоций, и в Сербии. Такое ощущаю. Я шутил, что слава богу, сейчас время не для поезии. Поезия обращается в человечество тогда, когда человечество очень тяжкое, поэтому мне кажется щовеч formations сами приемомолоп présentам действительно тяжкое. Сейчас интерес к политическому слову вcznie, Я хочу поделиться с нашими уважаемыми зрителями и слушателями еще одним стихотворением в переводе Елены Бьевич, стихотворением Радомира Андреевича, которую я очень люблю. И что другое мог бы услыхать одиночка, запертый в комнатушке, таскливый и полный сокрушительный бессон, Как не свою же мысль в облике голодного пса, который безотрывно глядит на звезды, что ничуть не теплее метели в бездомном сердце. Они написаны давно, но эти стихотворения, как и вся настоящая большая поэзия, она время от времени в какие-то другие времена открывает новые смыслы. Я думаю, что мы прочитаем, но это совсем не так, как наоборот написано, дистилите там, оно завтра. Значит, песня давно писана, но вся песня, так и ова, когда се читает из различных перспективов, когда время продолжает, стихотворение, И в том смысле и ова, вероятно, сейчас носит еще другая значение, чем она, с какими словами вы писали. И вот сегодня, вот здесь, вот здесь, вот здесь, как говорится, потому что я стою на периферии Белограда. Хотел бы поделиться, сейчас вы вспомнили про собаки. Он не живет в самом центре города, но чуть-чуть подальше. И вот вперед, из-за моей зграды, из-за кучи, два пса. На улице, там, где он живет. Есть две собаки, которые ему не принадлежат, но он с ними очень плотно дружит. Вот во времена этой пандемии, коронавируса, он только с ними гуляет. Его сосед спросил у него один. Что я разговариваю с ним? О чем ты с ним говоришь? О чем вы разговариваете? Покажи, я однословно. Я не читал мои письма. Я сказала, это все просто. Я читаю свои стихи. А они мне притывают свои любовные дожилия от прошлой ночи. Они мне рассказывают про свои любовные там подвиги с прошлой ночью. И вот очень хороший разговор у нас получается. Значит, есть и жизнь, но тоже и метафизика есть. Конечно. Конечно. Дмитрий Сергеевич, я позволю себе небольшую ремарочку к нашему разговору. Мы сейчас несколько раз упоминали замечательную поэтессу-переводчика Елену Буевич. Она смотрит нас в эфире на Фейсбуке. Также к нашему эфиру присоединилась поэтесса Нина Габриэлян, которая знакома с господином Андричем привет и передает большие огромные. Позволю себе согласиться с важностью именно печатных изданий печатных книг. У них действительно есть какая-то особая энергетика и после прочтения она сохраняется, наверное, между автором текста и самим рецепиентом. И вот на своем опыте готова сказать, что если вот книгу передать из рук в руки, то вот это вот ощущение насущного сверха, то о чем говорил господин Андрич, оно в какой-то мере теряется. Я хочу сказать, что это рассказание или давание книги из руки в руку. С самым этим процессом, с самым тим чином, то есть это пособное освещение того ниспословного, которое вы назвали над сном или над хлебом, которое вы говорили, что оно униколика губит. Также как хранитель фонда славянского, большого фонда Центра славянских культур и библиотеки на стране литература, ведь у нас около 10 тысяч на разных славянских языках, в том числе и на украинском языке 43 тысячи книг хранится. Не могу не отметить, что да, действительно, в последнее время вырос интерес к художественной литературе и именно поэзии, о чем говорил Дмитрий Сергеевич. А также наш читатель, который к нам приходит с запросом взять книгу на том или ином славянском языке, в основном спрашивает учебники по славянским языкам, то есть людям интересным словом в данный момент. Вместе с тем не могу не отметить так же важность современных технологий. Для них бы мы не имели сейчас возможности общаться с вами на расстоянии многих километров, находясь в разных странах, в Сербии, в Украине, в России. Без того, чтобы общаться таким образом, мы просто приехали друг к другу, если бы не было других технологий. Мы увидели, потому что весь антураж нашей пандемии невозможен без современных средств. И это не мешало бы нам жить. Это тоже что, Дмитрий Сергеевич. Я еще хотела сказать, что вот упоминали мы про великого украинского писателя-переводчика Максима Рыльского. И мы в этом году отметили 125 лет со дня его рождения, что тоже было хорошим поводом для встречи онлайн. Это очень хорошо, конечно. Он хотел бы еще заметить, что библиотеки очень значимы в наше время. Не только в наше время, но и в давние времена. Эти древние библиотеки тоже очень значимы для нас сегодня, но... Мы сегодня есть и кучные библиотеки. У нас сегодня есть и библиотеки своего рода у нас. У нас в некотором смысле можем сказать, что каждый человек за себя библиотек. Могли бы сказать даже, что каждый человек своего рода библиотека. Библиотека Кояфода. Библиотека Которая может идти пешком. Я думаю, что библиотека – проход. А библиотека, о которой мы говорим, это наши маяки. Некогда в коммуникации с другими разменами искусства. Вот когда мы с другими разговариваем, собственно, как эти библиотеки с ногами, вот мы обменяемся впечатлениями, обменяемся опытом своим. И в этом тоже есть благо. Конечно. Но в это новое время тоже существует что-то парадоксальное вот в этом процессе. Я не могу заметить, что когда-то в истории было больше, чем сегодня этих книжных магазинов. Но вы принимаете коммерциализацию, что не хорошо. Но инкустрия, эта коммерциализация, имеет эту главную роль занимает во всем этом. Многие люди сегодня не могут себе позволить купить все эти книжки, которые не хотели бы иметь у себя, взять с собой домой. Мы имели так называемые саймы книги, как в Москве, в Москве, в Франкфурте, в Геораде. И тогда с несколькими попустами, маленькими ценами, могла бы купить некоторые книги и доходить до некоторых книг, чтобы видеть какие-то книги. Народу очень нравилось, когда могла бы купить большую количество книг, потому что цены становились низкими, да? Такое, очень значительно. Мы уже говорили, что они имеют улогу переводиоци, чтобы переводить книги и чтобы объявить различные книги. Мы уже заметили, что переводчики имеют очень большую роль во всем этом процессе международного понимания литератур, различных стран, народов, культур. 20 лет назад он хотел бы... И еще и еще один... Один молодой песенник, Срджан Рашкович, который живет в Париже. Он не перевел тогда в украинском поэзе. Срджан Рашкович называется. Он тогда был молодой поэт, но он сегодня живет в Париже, Франции. Он тогда собрал украинские стихотворения и составил антологию украинской поэзии. Более чем 20 лет назад это было. В новое время все меньше таких книг. А вот в новое время, в наше это время, сегодняшнее, все меньше и меньше таких дел. Удражение книжевника Србии мы спуштампали одного украинского песенника Васила Махна. В Асоциации писателей Србии мы публиковали один спорник стихов украинского поэта Василия Махну. Он сегодня живет в США. Он тоже является лауреатом одной из наших литературных премий, которая называется Повелем Мораве. Морава – это самая в поэзии наиболее заступлена река из Србии. Да, потому что есть южную мораву, западную мораву и велику мораву. Есть большая морава, западная морава, южная морава. И та, наиболее, та, которая есть в поэзии. И вот самая большая морава – это именно та, которая в поэзии находится через поэзию. Да, потому что мы назвали нашу книжевную награду международную Повелем Мораве. Вот, поэтому и наш литературный приз называется Морава. Морава, значит, Повелем Мораве. Такое, эту награду добил и Василь Мафа. И Василь Мафа, как украинский известный паэт, тоже получил эту премию. Добили и два русских песни, Вячеслав Куприану. И еще два русских паэта, значит, Вячеслав Куприану, получил эту премию. И наш приятель Сергей Гловиук. И наш родственник Парош, друг Сергей Гловиук. Ну, конечно, и другие песни, которые там были, как Александр Герасимов из Руси, что я знаю, или из Украины, Елена Бујевић. Елена Бујевић из Украины и Александр Герасимов без маска. У меня создается впечатление, что Белград, в том числе и благодаря вашей деятельности, дорогой Радамир Андрич, а вы проводили и проводите очень активное объединение не только славян, но и вообще литераторов, поэтов вокруг всех мероприятий, которые вы проводите, фестивали, вручения премий, деятельности Сиропского союза писателя под вашим руководством. Так вот, у меня такое впечатление, что Белград, во всяком случае для меня, стала поэтической столицей Европы. Я знаю, что очень много переводов на сербский язык выходят и сейчас. И в том числе наша дорогая Нина Симич Панич, да, вот, работает в этом направлении. В её переводах выходят книги с разных языков. Вы, Нина, я так понимаю, многих языков сами переводите, не через просрочник, знаете эти языки. Я даже знаю, что вы изучаете, кроме европейских языков, ещё и китайский язык. Скажите, насколько тяжела работа переводчика, особенно поэзии сегодня, насколько сложно пишут поэты, насколько тяжело поддаётся сербский язык тому, что перелагается в нём с других языков? Хватает сербского языка. Извините за дерзость. Потому что мне иногда хватает, мне иногда кажется, что не хватает языка, какого бы то ни было другого, кроме того, на котором писал поэт, чтобы перевести, передать его поэзию. Вот я бы согласилась, прежде всего, с Радамиром Андричем, что именно каждый переводчик, который занимается этим художественным переводом, должен понимать и знать язык поэзии. Без очень много прочитанных книг, без очень много посвященных этих культурных вечерей и так далее невозможно ни читать, ни переводить. Я 15 лет уже начала вместе с Радамиром Андричем заниматься этой деятельностью, посвящала очень много культурных мероприятий, организованных в рамках Ассоциации писателей сербы и в рамках вообще культурной жизни Белграда. Так что я думаю, сегодня, сколько, 10 лет прошло уже, думаю, что, но надеюсь, что у меня получается сегодня что-то передать читателю сербскому. Я не верю, что прошло 10 лет. У меня 4, 5, не больше. Спасибо. Менее драго, что Димитрия по мену и Нину Нарану. Я хочу речь, да Нина знает 4-5 языков. Он очень рад, что вы мне с этим вопросом обратились. А и сама пишет песни. Я хотел бы заметить, что я 4-5 языков знаю и тоже сама стихи пишу. И это хорошо помню. Да, он се счастлива. Да, это хорошо. Нина, я занимаюсь научно. Я тоже наукой занимаюсь. Я уже после некоторых дней послала магистр. Да, у меня несколько дней назад даже мастер работу сделала. Да, посвященную даже международным связям союза писателей сербии и культурным деятельностям этой ассоциации в течение 21 века. И это хорошо, что молодые люди желают стану, да напредают, да совершают, да. Я это поддерживаю. Очень хорошо, Радамир наш думает, что молодые люди сегодня имеют желание более развиваться в каком-то лучше направлении. Потому что мы, моя генерация, было очень тяжело, и не могло даже так много, чтобы уходить науку, чтобы уходить на факультеты. Я был на факультете, но это было очень тяжело. Когда он был молодым, когда он был молодым, очень тяжело было людям заниматься наукой и идти на университеты, на факультеты. Я родился в Другом святском рату. Он родился в течение Второй мировой войны. Детинство было очень тяжело. И было после этого рата, не было, чтобы не было ничего. Не было у них больших возможностей, ничего кроме воздуха, даже он сказал, не было. И сами мы тогда, ако нищо другого, осваивали свободу. И в то время они сами отваивали свою свободу. Вот я думаю, кстати, что на сегодняшний день у нас немного, ну, конечно, войны такой нет уже. Ну, просто за свободу надо бороться всегда. Таким образом мы сегодня боремся. Знаете, я когда мне говорят, что за свободу надо бороться, я всегда начинаю опасаться разночтения. Я неплохо понимаю, что такое свобода. Но я больше не понимаю. Наша трактовка понимания свободы. Сегодняшнее наше стремление свободы, к сожалению, большому затмевает не только разум, но и приостанавливает нашу иногда душевную деятельность. Я думаю, что когда мы с дорогим Радомером говорим о свободе, мы говорим не о том, о чем говорят сегодня. Мы в первую очередь говорим о внутренней свободе и свободе творчества, свободе своего совершенствования и открытия, но в самих себе этого мира. Но ни в коем случае не навязывание кому бы то ни было из ближних и летальных своего эда. Конечно, но это очень сложный вопрос. Даже у нас в поэзии таких вопросов много было. Очень известный сербский поэт Бранко Милькович даже писал, но есть в его одном стихотворении такое, он сказал, Значит, он задает такой вопрос читателю и самому себе, будет ли у свободы такой возможности петь, настолько, сколько рабы ее пели, а именно этой свободе. Вот этим мы и в творчестве сегодня тоже занимаемся этим вопросом. И это тоже сложно. Не, я не говорю о свободе как о нечем, что можно и патетично сказать. Но, я не возьму в смысле патетики. Не говорил он про свободу в рамках какого-то пахоса, понимаете, в таком слове. Я хорошо понял, о чем говорит Владимир Андреевич, но я понимаю, что нас многие слушают и мне необходимо было сделать вот такое разъяснение. Понятно, понятно. Простите вы нас. В том числе, в точку, скажем так, попадут, все остальное, во все остальное не попадут. Значит, все остальное проходит мимо его. Он только в точку попал. В том числе,, по-настоящему, это, в том числе, в том числе, Мы должны всегда, не только к языку, но и к себе самим, относиться с каким-то количеством самоиронии. А про переводы я, кстати, хотела заметить, что чем лучше мы понимаем человека, любого, значит, не в рамках геополитических этих границ, не важно, кто там, какой веры, какой национальности, значит, чем более мы понимаем человека, тем легче у нас получается переводить его мысли. Значит, если вы не знаете ничего про этого человека, про его опыт, про его жизнь, про его культуру, про его мысль, я думаю, невозможно, даже если у вас большой талант, невозможно переводить хорошо, потому что вы не имеете, вот не имеет для вас эта поэзия значения то, которое она имеет для тех, которые понимают, вот о чем идет речь, о чем эта жизнь. Дорогая Нина, вы говорите о любви? О любви? Конечно. А без любви не возможно вообще ни говорить ни на каком языке, особенный язык поэзии. Да, я сам направил один краток запись, который у твой краток запись стал на некий нацин, сам мой относ преимущественно живота. Поред белого хлеба, есть и черный, а черный и белый, когда другого не имеется. Вот, есть такое, сейчас будет перевод, значит. Поред белого хлеба. Да, да. Есть такое, он записал, значит, короткое очень, скажем, стихотворение. Поред белого хлеба пустой и цирный, а цирный белый, когда другого не имеется. Кроме белого хлеба и черный хлеб есть. А черный белым становится, когда второго выбора нет. Замечательно. А вы знаете, есть еще одно стихотворение, которое называется «Похвала черепахи». Я все время нашего разговора о нем помню, и мне кажется, что какая-то такая вот очень мудрая черепаха вот слушает нас и улыбается. Такое стихотворение Радамира Андрича опять в переводе Елены Буевича. Похвала черепахи. Хорошо, черепахи, ей не нужно никуда спешить. Кругом забронировано, прикрыто от прожорливых, подчинивших спешке свое существование. Хорошо, черепахи, она не обязана шагомеру ничем. Вот, не знаю, нужда ли спешить? Обритаемая информация, делает ли нас глубже и мудрее? Да ли то брзо стихание различных информаций и податок нас заиста чиние умни и глубже глобуса? Ну, конечно, брзина для нас можно ознакомить с этого времени и этого человека на некий начин. Все это, что быстро проходит, вот это именно является символом, скажем, наших дней. Но мы забываем про восточную философию, которая нас подучает, что вот даже если на тысячу лет проходят мимо, вот это только один вот миг становится. Устория, мы говорим о многих стациях, но они постоят не само за тренд, не постоят ни за век. Значит, мы говорим о мелочах, скажем так, но они имеют такое значение, которое не может мериться ни мигом, не может мериться веками даже. Мы постижемо брзином много что, али много что и губимо, то, что стоят перед нами. Да, даже вот мы очень много успеваем так быстро сделать, осуществить в нашей жизни, но очень много и мимо нас в этой быстроте, скажем так, не знаю, как по-другому выразиться, проходит мимо нас. Вот, я был в Китае, в Китае. Да мы, кои глядамо через прозор, да се не унесвестимо због те брзины, я помечу слики. Чтобы от этого быстрого движения такого, эти пассажиры просто не теряли сознание от такого движения, чтобы это не напрягало настолько их. Слики постою негде коснее у нас, под нашими очками, как у нас одна виртуальная сценка. Вот все эти картинки, таким образом, которые у нас являются, они в нас, в наших душах остаются, как тени. Они эти картинки, значит, тенями становятся. И мы всю свою жизнь проводим таким образом, бегая за своей собственной тенью. Одно, что мы сегуруем, но когда, то не знаю. Конечно, мы доверемся до своей тени в один замечательный момент, но когда этот момент наступит, это еще не знаем. Нам не дано знать. Такое, когда я был в Китае, я имел влияние, как, да сам был на другой планете. Вот, тогда, когда я посетил Китай, у меня было такое впечатление, что я будто в другой мир попал совсем. Иако я была в питании и брзина, и жуба, и хиляды, и хиляды километра, и авионами, и возовами. Очень тяжело это было все постичь, чтобы всюду успеть там появиться и быть. Просто все очень быстро проходило. Но замечательно это все получилось. Большой опыт. Я говорил, что в одном преде он меня питал, как я был на том пути. Когда один из его друзей спросил у него, как это было все, когда в Китае был. Он ответил, что именно в течение этих 15 дней, которые в Китае провел, он более веще и жизни увидел, чем в 60 лет в своей жизни до того момента. Единственное, мне кажется, что в течение всего высоты мы переживали глубину. Он имел такое впечатление, что высоту глубиной мы понимаем. Он хотел бы сказать, что это все, что он хотел бы заметить сегодня. Все остальное остается вот в этих словах, буквах. А может и вообще до этого, до буквы не дошло. Может еще мыслью становятся. Да, оставим у малой онемаквы дозву после нас, да имеют чему-то мысль. Даже хорошо не написать все, о чем ты думаешь. Лучше оставить на будущее поколение, чтобы у них тоже было что-то интересное, чтобы размышлять потом. Сейчас мы только для нас остается заданием большим бороться с нашим незнанием. Вы знаете, когда я прохожу мимо книжных полок своих, это становится страшно. Я вижу собрание сочинений, в переводах в данном случае на русский язык Шекспира. Более трех десятков томов Достоевского. Я не могу представить себе сегодня писать, на который выйдет когда-нибудь тридцатитом. То есть, при всем при том, мы действительно меньше пишем. Не теряем ли мы письменную культуру в принципе вместе с книжной культурой? Да, не губим мы, может, и культуру письменности заедно с книжно-уметничком культурой. На переводческой конференции, которая недавно была в Москве, очень большая, представительная, тоже проходила в Зуме, первый стендовый доклад был посвящен... Ну, может быть, Нина, вы знаете как называете язык, но переводи с русского на язык, ну, знаете, смайлика, да? Ага, да. Я слышала предостав, было посвящено, значит, первое, первое, это дело конференции, было посвящено переводжению с русского языка на язык эмотикована, то есть они смайличи, они. И когда 25 лет тому назад мы удивлялись тому, что в Японии издаётся преступление и наказание на 16... Роман Фёдор Михайлович, естественно, на 16 страницах... ...издают все злочин и казна, например, на 16 таких свиток Ассалим. И сейчас мы начинаем уже и к этому привыкать, так? Да. 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 Роман Фёдор Михайлович, 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 С тех пор многие языки уже не существуют? Профессор на Сорбоне. Он был здесь в прошлом году? Да. Он стал почетным академиком здесь в Сербской академии. И он получил одно предложение, очень интересное. Именно про языки, которых уже нет. Он думал, что сегодня все больше уверен в мире, что так называемые маленькие языки не существуют. Очень многие сегодня верят, что маленькие языки, такая группа, скажем, которая не очень большая количество людей изучает и занимается ими, значит, что они в будущем исчезнут тоже. Это правда. Я с ним много разговаривал. Он смотрел, конечно, что и русские, и сербские языки, что они останутся в будущем несколько самых языков. Значит, мысль этого профессора была в том, что и сербский, и румынский, и все тому подобные языки вообще исчезнут. Останутся, может быть, только в тени несколько больших, так скажем, языков. Единственное, которое я спросил, а что делать с песчанским языком? Но Радамир сразу задал такой вопрос. А что нам делать с языком поэзии, с поэтическим языком? Что с ним случится? Не было довольного аргумента, да кажи, да цит он не стутит. Но аргументации не было достаточно, чтобы подтвердить, что вот этот язык именно исчезнет в будущем. Если поэзия рекою становится, значит поэтический язык может быть такой рекою, которая из-под земли течет. Да, можно говорить не только о русле реке, но и о дельте, в том, что находится в объеме этого водного пространства, и маленькая толика реки видна нашему глазу, все остальное происходит под землей. Не может быть виден голым оком, но и дальше не значит, что не существует в оквере этого большого водного значения, культурного и литературного пространства. К сожалению, очень быстро летит время. Вот. Об этом мы сегодня говорили, и время летит после нашей встречи. Я очень рад, что замечательные наши поэты, литераторы переводят сербскую поэзию и переводят Радомира Андрича. Я не могу не прочитать стихотворения Андрича в переводе Александра Грассимова. «Возможные любовные стихи». Тем более, именно это стихотворение вот специально отметил Радомир. Большое спасибо для приглашения в разговор, сколько можем уметь. Все чули и видали. Он хотел бы поблагодарить вас. Простите просто, что перерыв такой становится. Значит, хотел бы поблагодарить вас за приглашение. Я, кстати, тоже. Мы все не прощаемся. Еще есть две минуты. Понятно. Я хочу прочитать стихотворение Радомира Андрича и Александра Грассимова. «Возможные любовные стихи». Потому что, ведь мы же все это время говорим только о любви, и больше ни о чем. Понятно. Все, о чем я без тебя грезен, не существует и наверняка никогда не будет существовать, если готова на действительность полностью освобожденную от иллюзорной рамы. «Иногда ты камень, иногда полокол, иногда голубь, посвященный предательству, голодных ястребов после долгой зимы, а иногда похоже на дни, над которыми правит потаенный пламень. Это могут быть настоящие любовные стихи, если их выучит трава непошенная, и сохранит имя, трепетно записанное на дне воздушных судов в глазах мечтающих». Спасибо. Это замечательные стихи, Радомир. Спасибо. Я хочу, чтобы вы передавали поклон Гордане, я хочу, чтобы вы передавали поклон Нилану. И от Нилана, и от Горданы большие приветы, от всей нашей семьи тоже большие приветы для вас. Я хотела бы тоже поблагодарить и вас, Дмитрий, организатору библиотеку, всю организацию за приглашение и за внимание всех ваших зрителей, всю аудиторию тоже спасибо за внимание. Елена, дорогая наша, вы знаете, где мы сегодня были? Мы сегодня находились на берегу Дуная и следили за течением его рыжеватых вод в преддверии осени, точнее, в преддверии зимы уже осень. У вас сейчас осень в разгаре, а у нас уже первый снег выпал. Спасибо большое. Сергеевич, вместе с тем, что вы говорите про первый снег, я хочу поблагодарить наших гостей, вас, Дмитрий Сергеевич, за, наоборот, теплую беседу, за то, что вы задали такой глубокий тон разговору, за то, что хотелось бы его продолжить, чтобы эти волны на этой глубинной реке долго и долго плыли, переворачивались, обретали новые грани своих, как бы, несущих сил. Дедочка, можно я немножко перебью? Я переведу, чтобы глубинные воды вызывали волны наших душ. Вызывали, да, волны, ответные волны наших душ. И также хочу пригласить всех наших зрителей, слушателей к прочтению замечательной поэзии Радемира Андрича, поблагодарить его за то, что он поделился сегодня с нами крупицами своей жизненной мудрости, предоставил нам такую возможность продолжить размышления, дал почву для этого, поблагодарить Нину за то, что она великолепно сегодня переводила и доносила нам всю глубину. Вас, Дмитрий Сергеевич, надеюсь, что это не последняя встреча в такой компании. Мы продолжим цикл наших встреч. И уже для наших зрителей я хочу сказать, что 25 ноября мы в 19 часов тоже встречаемся на портале Культура РФ. И продолжим разговор о сербской поэзии. У нас в гостях будет Зоран Костич. Это будет тоже вторая встреча с Зораном Костичем. Еще раз благодарю всех. До новых встреч. Мирного пера славянским авторам. Мирного нам всем перевода. Спасибо вам большое. Мирного неба. Зоран Костич, мой школьский друг. И сейчас мы заодно в гимназии. Кстати, он с Зораном Костичем дружим. Они вместе в гимназию. До свидания у Дмитрия или у Киева. До скорой встречи в Белграде, в Москве или в Киеве. Спасибо большое. Или в Измаиле. Или в Измаиле. Все протекают в Дунай. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Большое всем спасибо. До свидания. 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 Продолжение следует...